В Москве состоялся 11-й Сретенский фестиваль среди театров воскресных школ столицы. В конкурсе приняли участие 12 коллективов. Лучшие были награждены памятными подарками. На подведение итогов побывала наша съемочная группа. 11-й фестиваль прошел на выставочной площадке Галереи народного художника России Дмитрия Белюкина. В творческом конкурсе приняли участие 12 театральных коллективов из воскресных школ, православных объединений, гимназий, творческих центров. Участников с каждым годом все больше, уровень все выше. Это радует, но не это главное. Здесь не требуется каких-то высоких достижений с точки зрения театрального искусства. Но вот это единство, семейность, когда и взрослые, и дети вместе, это рождает какую-то удивительную атмосферу. Очень радостную и доверительную. Традиционно на суд жюри и зрителей представили спектакли, в основе которых произведения духовного содержания. Каждая постановка заставляет задуматься о важных жизненных вопросах. Для того, чтобы воспитывать наших детей, чтобы души их стали лучше. Потому что мы тоже говорили о том, что не надо лгать, надо быть добрее, совершать. И это все воспитывает наравне с тем, как воспитывают дома родители, и как раньше воспитывали очень старательно в школе. И также наши постановки воспитывают наших детей, делают их лучше, и зрителей, конечно. Мне очень нравится играть в этой постановке, потому что на мне был очень красивый костюм. Я участвовала вместе с мамой. Лауреатами фестиваля стали спектакли театрального коллектива «Огонек» при Николоперервинском монастыре, театральная студия «Петровский парк» при храме Благовещения при Святой Богородице в Петровском парке, детский театр воскресной школы, храмы мученика Иоанна Война на Якиманке. В этом году была впервые организована независимая детская жюри. И мы живем не в простое время, когда так много альтернативы, особенно детскому возрасту, предлагаются для развлечений, что надо отвечать. И нужно, конечно, набирать силы. И театр объединяет. И, конечно, это очень здорово, когда есть такие фестивали, когда можно встретиться, увидеть, что ты и не один, и нас много. Отношения между церковью и театром не всегда были ровные. Глава творческого жюри, заслуженный деятель искусств России Михаил Щепенко, считает, что театр может и должен осуществлять созидательную миссию и нести христианское служение. Все равно дети будут играть на сцене. Все равно они будут там. Потому что игра – это один из самых эффективных способов или форм воспитания и познания мира, получения каких-то навыков существования в мире. И просто, так сказать, стоять в стороне от этого неправильно. Фестиваль – это еще и творческая лаборатория. Каждый день члены жюри и руководители коллективов детально анализировали каждый спектакль, давали профессиональные советы, как улучшить творческие работы. К следующему году Срединский фестиваль порадует всех новыми спектаклями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова